Коллеги, мы с вами разобрали пакеты документов, которые нам нужно подготовить для участия в торгах от имени физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иностранного гражданина, а также пакет документов для участия от имени инвесторов, то есть по агентской схеме. В этом видео мы поговорим о том, каким образом нужно подготовить эти документы для участия в торгах оффлайн и онлайн. Начнем с документов для участия в торгах оффлайн. В этом случае все документы должны быть собраны в одну стопку, затем прошиты, все листы пронумерованы, скреплены печатью претендента, если участвуем от имени юридического лица, а также все документы должны быть подписаны претендентом или его представителем. Коллеги, представитель претендента – это тот, кто подписывает документы по доверенности. То есть, например, компании участвуют в торгах, а генеральный директор находится в данный момент в другом городе, то есть всегда человек, который полномочен подписывать документы по доверенности. Этот человек в данном случае называется представитель претендента. И, разумеется, если документы подписываются по доверенности, то копию доверенности мы также должны вложить в пакет документов. Коллеги, очень важный момент. В некоторых случаях при оффлайн-торгах организаторы торгов просят нотариально заверенные копии документов. Это мы с вами уточняем в аукционной документации. Также при работе от имени юридического лица, если фигурирует доверенность, обязательно уточняйте, нужна ли нотариальная доверенность или достаточной доверенности, оформленной самим юридическим лицом. Если нужны нотариальные копии, то копию доверенности тоже нужно заверить нотариально. Обычно это делается у того же нотариуса, который оформлял доверенность. Просто ваш клиент должен сказать нотариусу, что ему нужна доверенность плюс ее нотариальная копия. Еще один важный момент, коллеги. Документы, написанные карандашом, имеющие по чистке приписки и другие исправления не рассматриваются. Если вы что-то потерли и исправили в документах, то они будут отклонены. В начале пакета документов мы обязательно вставляем опись, то есть список документов, которые мы включили в пакет. Если документов получается много, они подшиваются в несколько томов и каждый том оформляется таким же образом. Прошивается, пронумеровывается, ставится печать и подпись. И последнее. При участии в торгах оффлайн заявка и опись составляются в двух экземплярах. Один из которых остается у продавца, другой у претендента. При проведении торгов в электронной форме мы готовим такие же документы в электронном виде. То есть, делаем все то же самое, только не распечатываем, не прошиваем и не нумеруем. Вместо этого мы делаем качественный, читаемый аккуратный скан документов в PDF формате. Кроме того, некоторые электронные торговые площадки выставляют ограничения по объему файлов. Обращайте, коллеги, на это внимание. Если такое ограничение есть, то пользуйтесь сервисом нажимания PDF, ссылку на которую мы давали в первом уроке. Продолжение следует... Продолжение следует...